Всем привет, меня зовут Аскар и с вами канал IT Verdict. Если вы видели старые выпуски канала Хороший выбор или, может, видели новый выпуск про то, как я собирал домашний кинотеатр, этот выпуск был на этом канале, то вы, наверное, помните мое обещание рассказать про апгрейд одного маленького устройства. Это ТВ-стик на Windows под названием MIGO Pad T02, который за время пребывания у меня на руках приобрел ряд изменений. Когда он пришел к нам на обзор, форум на нем стояла урезанная версия Windows 8, и он перегревался тогда практически от любых задач, начиная использованием блокнота, заканчивая попытками поиграть на нем. Тогда я решил немного поэкспериментировать и посмотреть, что вообще можно выжать из подобного устройства. Началось все со свержения Windows 8 из поиска специально заточенной под него операционки, желательно также на Windows. На форуме FOPDA я нашел пару сборок Windows 10, одна из которых без проблем установилась на стик. Далее передо мной стояла проблема сильного перегрева. Корпус у данного стика имеет совсем маленькие отверстия для вывода воздуха. А когда я разобрал его, я не обнаружил там никаких радиаторов и всего того, что должно хоть немного способствовать охлаждению. Но я нашел большую металлическую панель, которая закрывает процессор, да и скорее всего вообще все нагревающиеся элементы. По логике, если положить на эту металлическую панель термопрокладку и насадить сверху небольшой радиатор, то это уже должно будет немного улучшить ситуацию. Однако один маленький радиатор вряд ли бы в корне поменял всю ситуацию, поэтому я решил пойти дальше. У нас в офисе есть небольшая коробка с разного размера кулерами и радиаторами. И там я нашел кулер, который практически идеально подходил по размеру к радиатору. Осталось решить, как подключить все это и как приделать радиатор и кулер непосредственно к стику. Так как у стика два порта, то через один из них мы как раз и запитаем кулер. Если же нам не хватит оставшегося одного USB порта, то мы всегда сможем присоединить USB хаб или же попросту отключить питание кулера. Что же касается присоединения к стику, то тут я использовал обычные стяжки. Двумя я прицепил радиатор к стику, а еще четырьмя сам кулер к стяжкам радиатора. В итоге получилась даже более надежная конструкция, чем я предполагал. Если говорить о результатах, то температуры в среднем опустились на 20-30 градусов, благодаря чему появилась возможность нормально комфортно использовать это устройство. Собственно говоря, почему я решил снять это видео? Просто мне кажется, что проблема перегрева — это проблема многих устройств подобной формы, так как в них зачастую просто нет необходимого места для того, чтобы разместить там охлаждающие элементы. Поэтому, возможно, этот способ окажется действенным решением для проблемы перегрева еще какого-либо устройства. Но прежде чем браться за такое, я советую вам изучить ваше устройство поподробнее и посмотреть, подойдет ли этот способ конкретно под ваш случай. В любом случае, надеюсь, что этот выпуск был для вас чем-то полезен. Возможно, вы решите приобрести подобное устройство для каких-то своих целей или же для телевизора. Если это так, то советую вам поторопиться, поскольку 11 числа стартует грандиозная китайская распродажа под названием «Черная пятница», когда скидки практически на любую продукцию будут зашкаливать. Если же вы захотите еще сэкономить, то советую вам воспользоваться сервисом кэшбэка, который позволяет возвращать часть денег, которые вы тратите на покупки. Ссылку на него я также оставлю в описании. На этом все, спасибо за внимание, подписывайтесь на наш канал, подписывайтесь на его страницы в социальных сетях, ставьте лайки и увидимся с вами в новых выпусках. С вами был канал IT-вердикт, пока!